Доброе утро! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. В Тиберде прошел молодежный карьерный форум «Достигай». Как отмечают организаторы, это первое крупное событие в наступившем году в сфере молодежной политики. Цели и задачи площадки заключаются в том, чтобы объединить активную и думающую молодежь региона. Ахмад Халкечев продолжит. Молодежный карьерный форум «Достигай» организован во взаимодействии Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии и Региональной автономной некоммерческой организации по развитию кадрового потенциала «Майя карьера». Данная молодежная площадка прежде всего нацелена на развитие коммуникативных способностей и выработку определенных компетенций в области проектного менеджмента. Но еще одну немаловажную задачу форума организаторы также называют налаживание обратной связи с активной молодежью. Ведь для того, чтобы выстроить эффективную молодежную политику, необходимо знать ее запросы, резюмирует замминистра по делам молодежи Расул Найманов. Они, может, больше становятся в орбите молодежной политики нашей республики, узнавая о событиях, которые будут на протяжении года, показывая свою активность. И тем самым мы хотим получить от них обратную связь, которая позволила бы нам понять, как мы можем улучшить наши события на протяжении года, сделать их максимально подходящими под запрос молодежи. В начале, перед тем, как дать старт работе форума, организаторы представили план-график всех мероприятий на предстоящий год в серии молодежной политики. Участникам площадки, помимо активных тренингов и прокачки своих компетенций, необходимо еще и выработать ряд предложений по насыщению этих мероприятий. Они уже сформировались в команду, они уже обозначили свои, так скажем, некие границы. Сейчас мы видим, что участники все заряжены на успех, и мы сейчас ждем от них результата. Форум собрал 50 молодых активистов со всей республики, которые наиболее успешно проявили себя в 2092 году. В ходе мастер-классов от экспертов участники также освоили и методы эффективного менеджмента социально значимых информационных и образовательных проектов. Мы планируем продолжить обсуждение проблем, которые мы можем решить в нашей республике. И по исчению данного форума я очень надеюсь, что у нас уже будет готовый социальный проект. Первое – это то, что наша молодежь забывает свой язык, свою культуру. Мы можем реализовать социальный проект, в котором участники смогут научиться чему-то новому, изучить свой родной язык, свою культуру, узнать что-то новое. Форум ввел свою работу в течение четырех дней. Основная задача молодежной площадки – привитие молодежи, стремление идти вперед к новым вершинам, чтобы каждый раскрыл свой потенциал, достигнуто, отметили организаторы. Как взрослые соблюдают безопасность при перевозке детей, сотрудники ДПС Хабетского района провели рейд, в ходе которого проверялось наличие кресла в автомашине. С подробностями Али Баташев. До 7 лет ваш ребенок должен сидеть в детском кресле. Вы подвергаете его опасности. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей. Пожалуйста, предъявите ваши документы. Предъявление документов, дача показаний сотрудникам ДПС, составление протокола об административном правонарушении из-за отсутствия детского кресла в салоне автомобиля. Всего этого можно избежать. Рейд показывает, что большинство водителей предпочитают не нарушать правила дорожного движения. Наши гаишники добросовестно исполняют свою работу. А мы, как водители, тоже стараемся. А вы давно кресло приобрели? С рождения детей у меня есть кресло. Всегда. Конечно. Обязательно. А оно важно, да? Конечно. Каждая остановка автомобиля сопровождается осмотром салона и объяснением действующего законодательства. При этом водителю обязательно вручается памятка о необходимости соблюдать правила дорожного движения. При экстреме торможения или столкновении транспортных средств дети получают травмы в автомобиле. Чтобы этого не произошло, мы должны, согласно правилам дорожного движения, пристегивать ребенка до 12 лет. Он должен находиться в детском удерживающем устройстве. За нарушение права перевозки детей водителям предусмотрена административная ответственность. Согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений и предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей. Уважаемые родители, водители, помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детьми. Пристегивайте сами и пристегните ваше дорогое. Берегите свою жизнь и сохраните жизнь ваших детей. В администрации Улахабес уверены, что улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах можно только совместными усилиями власти и различных общественных организаций. В самом заседании участвуют не только ГИБДД и администрация, но и мы приглашаем отдел образования, главы всех сельских поселений, чтобы они все могли участвовать и поднять свои наболевшие вопросы. И уже по срокам до следующего квартала, каждый квартал мы устанавливаем сроки, в течение которого решаются все вопросы. Например, где-то разметка неправильно установлена, где-то знаков не хватает. Все эти вопросы решаются до следующего квартала и отчитываются они на следующем заседании. С начала рейда сотрудниками ДПС Хабесского РУВД было составлено 14 протоколов об административном правонарушении, когда в салоне при перевозке ребенка отсутствовало детское кресло. Отрадно, что большинство жителей Хабесского района соблюдают правила дорожного движения и предпочитают не рисковать при перевозке ребенка, говорят сотрудники ДПС. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Хабеский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По поручению главы Карачаева Черкесии в Старобельск Луганской Народной Республики выехал транспорт с оборудованием для класса информатики. В состав груза входит компьютерное оснащение, интерактивная доска, многофункциональный технический центр, проектор, а также вся необходимая для специализированной аудитории мебель в виде парт и кресел. Рассчитано на компьютерное оборудование. У нас автоматизированные рабочие места на 16 мест, соответственно, на 16 обучающихся для полноценного введения образовательного процесса. Эту поддержку мы оказываем по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Темрезова в рамках заключенного соглашения. Родина у нас у всех одна, Россия. Мы вместе и мы рядом. И в этом наша сила. Какова роль сотрудников Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в военно-патриотическом воспитании молодежи региона? Обсуждалось на брифинге, который провел начальник группы по военно-политической работе территориального органа. Фатима Даурова подробнее. На встрече с представителями СМИ республики заместитель начальника управления по военно-политической и политической работе полковник Виталий Павелецов в первую очередь рассказал о задачах войск Национальной гвардии по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это прежде всего передача и развитие лучших традиций российского воинства, изучение истории и культуры Отечества и родной республики, противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде, а также формирование чувства патриотизма и верности Родине. Сейчас очень большой вал идёт информационной негатива по всем сетям и по интернету. И, соответственно, необходимо эту работу проводить, чтобы дети воспитывались не с интернета, а чтобы дети воспитывались от преподавателей, от военнослужащих Министерства обороны, от военнослужащих Росгвардии. И, соответственно, эта работа необходима. Основными формами работы ведомства в этом направлении является организация проведения различных акций патриотической тематики, уроков мужества в образовательных учреждениях республики, где сотрудники встречаются со школьниками и в доверительной беседе обсуждают актуальные вопросы воспитания и современности. Бойцы и ветераны Росгвардии делятся с молодыми ребятами рассказами о несении службы, историями, где они были очевидцами и участниками различных спецопераций. Помимо этого организовано шефство над учреждениями кадетского типа и кадетскими классами Росгвардии. Особое внимание уделяется формированию у ребят здорового образа жизни и приобщения к спорту. Акция «Зарядка со сражами порядка» уже стала традиционной. Таким образом выстраивается системность и целенаправленность работы по военно-патриотическому воспитанию в учебных заведениях. Мы провели очень большой объем работы с молодежью. У нас очень хорошо принимают участие наши ОМОНовцы города Черкеска, СОБРовцы, сотрудники СОБРа. Большую работу проводят. А также отделы вневедомственной охраны. Вот отделы вневедомственной охраны у нас практически находятся в каждом районе республики. Соответственно, только 35 уроков мужества было проведено сотрудниками вневедомственной охраны. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии активно принимают участие в сотрудничестве и оказании помощи в воспитании молодежи, детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена», руководителем которого является Герой России, основатель Крапового берета, полковник Сергей Лысюк. Он вышел с этим предложением. Руководство центрального аппарата его поддержало. Ну и, соответственно, мы сейчас тоже в 2022 году создали гвардейскую смену и планируем, скажем так, набрать детей с ближайших городов, с города Черкесска, с Карачаевска, со всех районов, скажем так, кто нас поддержит. И это движение, скажем так, проводить с ними работу. В конце брифинга полковник Виталий Павелица еще раз подчеркнул, что благодаря совместной деятельности и сотрудничеству со многими учебными, детско-юношескими учреждениями, воинскими организациями республики, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения дает положительные результаты. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске в центре молодежного и интеллектуального творчества состоялась конференция школьников, посвященная Евграфу Лапко, автору книги «Дневник антилопы» и 80-летию освобождения Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Около 50 учащихся 8-11 классов и их наставников собрались поговорить о дневнике антилопы, помериться знаниями в исторических моментах, почитать стихи. Главная цель мероприятия – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и детях войны, а также патриотический настрой школьников через передачу позитивных ценностей нынешнему поколению. На конференции учащиеся выступали в формате «Вопрос-ответ» о прочитанной книге Евграфа Лапко «Дневник антилопы». Там не очень спокойно было. Несколько повозок с красноармейцами как раз-таки промчались мимо дома к мосту. По улице Лейбинга. Да, вот. И они немного раздумывали, куда. И все-таки повернули в перевал. И с другой стороны, в восточную часть города вошли немцы, которые как раз-таки не особо-то и хотели мира, так скажем. Они вбивались, так скажем, врывались. Яйка, малико, яйка, шалы, шнэль, шнэль. Прямая реплика. Были очень жестокие по отношению к мирным жителям Черкеска и могли легко применить автомат и также грубую силу. Тоже такой «Дневник антилопы». Это почти документальная повесть о старших классах школы номер 11 Черкеска накануне и в годы Великой Отечественной войны. Книга увидела свет в 2008 году благодаря кропотливому и порному труду ее автора Лобкоев графа Александровича, признанного предводителя мальчишеской команды добрых и справедливых романтиков-мушкетеров, которые в дни оккупации немецкими войсками создают подпольную организацию для борьбы с врагом. Это была никем не руководимая стихийно возникшая группа мужественных, самоотверженных подростков 14-17 лет. То, что они совершали, было доступно этого звания. Маленькие мальчики, которые смотрели на глаза тем людям, которые пришли отметить родину, жизнь. Вот то, чем дорожим мы с вами сегодня. По итогам конференции все остались довольны от плодотворной встречи. Организаторы говорят, таким образом расширится знание о судьбах детей республики в годы войны, сформируется уважительное отношение к людям старшего поколения. Да и сами школьники с неподдельным интересом участвовали в мероприятии. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!